Доброго времени суток! С вами Данила Рыжкин и это Субъективность с Брадачом, выпуск номер 20 и переходим сразу в теме Свет, Камера, Мотор! Итак, это 20 выпуск. Традиционные закуривания сигаретой, как всегда. И как вы уже догадались... Выпуск посвящается шаурме. Ну, это какой-то идиотизм, да, разбирать шаурму, в выпусках возмущаться, там, сколько положили туда огурчиков или мяса или еще что-то такого, да? Нет, я буду возмущаться константно людей и их выбора. То есть я в последнее время сталкиваюсь с такой херней, что люди, с которыми я общаюсь, не особо хотят, скажем так, употреблять шаурму. То есть они лучше пойдут в Макдональдс или в Сабвей, купят там бутербродик этот гребаный и съедят его на шаурму и не скажут, что нет, 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 ты че? В общем, я этого не понимаю. Я, конечно, понимаю, что в нашем обществе большинство людей едят эту шаурму, но когда от нее так вот отказываются, что это какая-то херня, еда для чернорабочих, блин, можно подумать, как будто у тебя целый шкаф, я не знаю, целая комната дома под туфли от Гуччи, и ты ешь только в ресторанах, выпивая кофе там за 500 рублей, так, нет, мы только вот с обслуживанием. Че за идиотизм? Также эти люди говорят, что в шаурме там сперма, там 12 видов сперма всяких, а кто мешает работникам Макдональдса или Сабвея сделать то же самое? То есть перед началом рабочего дня просто зайти, спустить вам своего майонеза, добавить его во все эти салаты и продавать потом вам. Но никто же им этого не мешает, не мешает. Тем более с учетом той же самой шаурмы, когда вы ее покупаете, вы видите, как там че готовят. Вы в Сабвеи, конечно, тоже видите, как там че готовят, но, наверное, в том же самом Макдональдсе вы не видите, откуда берутся эти ингредиенты. Вот, а касательно еще таких нападков, что в шаурме кошка, ну и что, это мясо, нахрен, даже если там кошак, это мясо. Это здорово, что, например, я когда-нибудь там съел шаурму, а оказалось, что там был кошак. Ну, блин, прикольно, я попробовал кошака, может быть и собаку, может быть там свинью с голубем, потому что они там ее как-нибудь порубили. Ну, прикольно же, е-мое. Вот. То есть я не вижу смысла от этого отказываться. И касательно возвращаясь в Макдональдсе, это сейчас в России вообще магазин, то есть это даже не ресторан быстрого обслуживания. Они получили статус магазина. От них вообще теперь можно ожидать чего угодно, таких же плохих продуктов. Тем более, вот я сколько ел шаурму, я ни разу не отравился и всегда был доволен. И за эти, например, гребаные 100 рублей я получу, ну, почти что ужин. То есть я покушаю, наемся, после этого еще там 3 бутербродика дома съем, запью это чаем и все, и буду доволен. А за эти же 100 рублей я в Макдональдсе куплю только Биг Мак. И мне не наемся. В Subway, ну, там тоже там за 100 рублей только идут все эти бутерброды, все эти саб дня и так далее и тому подобное. То есть я не вижу смысла отказываться от этого и делить вот так вот общество, что вот это для быдлятины, а это для нормальных людей. Ну, блин, вы сами с таким мировоззрением какое-то быдло, лучше извините меня. Поэтому подходите ко всему, ну, осознанно, рационально и сторонитесь таких дурацких стереотипов, потому что это вредные стереотипы. Блин, я даже уже заикаюсь, потому что, ну, я-а-а-а, возмущение моему нет предела. В общем, на этом все, с вами был Данила Рыжкин. Будьте рациональными, всем спасибо, всем дислайк. Субтитры создавал DimaTorzok